Эмо, готы, панки, хиппи, байкеры и так далее и тому подобное. Все это субкультуры, отношение к которым зачастую бывает неоднозначным. Простое непонимание и удивление это в лучшем случае. Но на самом деле в них нет не только ничего плохого, но и есть масса всего интересного. В нашем городе по этому поводу даже проводится ежегодный фестиваль. Фестиваль молодежных субкультур Знаки. И его организаторы сегодня у нас в гостях. Прошу любить и жаловать Татьяна Карпухина и Илья Есик. 6 июня на площади перед театром Глобус состоится 5-й сибирский фестиваль молодежных субкультур Знаки. Главная сцена по традиции отдана музыкальным группам от Инди Рокада, Пост Гранжа. На других площадках можно будет увидеть парад костюмов фанатов японской мультипликации, выступления туркменов, трюки от бокеров, поединки в стиле звездных войн, авангардные готические постановки, создание 20-метрового граффити, соревнования рыб-исполнителей в жанре уличного фристайла, рыцарский турнир, мастер-класс по фаер-шоу и многое другое. С подробностями гости оранжевого утра. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях организатор фестиваля молодежных субкультур Знаки Татьяна Карпухина и Илья Есик. Это заместитель руководителя клуба исторической реконструкции БЕР. Здравствуйте. Здравствуйте. Все верно обозначила, да, и участник, и организатор. Теперь давайте поговорим о самом фестивале Знаки. Проходит он в нашем городе уже не первый раз, Татьяна? Да, он уже проходит в пятый год. Как всегда, ожидается интересное мероприятие, настоящее событие. И уже я совершенно точно могу сказать, что его ждут. У нас есть большая группа ВКонтакте, где регистрируются наши участники. То есть, по сути, они сами вас ищут, или вы их ищете? Как происходит вообще выбор тех участников фестиваля молодежных субкультур? У нас много вообще субкультур в МСБ? Их безумное количество, и каждый год мы стараемся найти какие-то новые. И каждый год нам все-таки это удается. Поэтому фестиваль у нас один не похож на другой. Каждый раз что-нибудь новое обязательно появляется. Ну вот давайте нашим зрителям расскажем, что же, какие новинки нас ожидают вот в этом году. Так, ну в этом году нас ожидает, во-первых, самое большое из всех пяти наших фестивалей, самое большое количество площадок. Их 20 будет. Все будет вокруг Глобуса? Да, традиционно. Я вот сейчас немножко расскажу о традиционных чертах нашего фестиваля. Значит, это все вокруг Театра Глобус. Вся площадь занята людьми. Все люди разные, интересные, яркие, красивые, индивидуальные, экстремальные, представляющие вот все возможные субкультуры. Панки, Гота, Эмма, исторические реконструкторы, жонглеры. Вот все, кто во что гораст. Они приходят, они рады пообщаться друг с другом, посмотреть друг на друга, себя, естественно, показать. И вся территория вокруг Театра Глобус, она поделена на площадки тематические. Есть у нас площадки традиционные, есть новые. Если говорить о новых площадках, то в этом году мы привлекаем геймеров. Причем это люди, которые занимаются настольными играми. Если вы помните свое детство, то мы играли в какие-то, я не знаю, передвижные фигурки, какие-то фишечки, там что-то еще было. Сейчас игры стали намного более интересные, разнообразные. Это не просто какое-то лото или домино, в которое там играют. Подождите, Тань, то есть получается, человек идет мимо Глобуса, увидел, что там мальчики в шашки играют. Он может подойти и присоединиться, или он может это наблюдать? Он может подойти, присоединиться, но там играют не в шахматы. Это современные интересные игры, мальчики, это, я не знаю, цивилизация, это какие-то стратегии, это вот на картах. Это все очень интересно на самом деле. И я думаю, что просто так стоять никто не будет, обязательно будут люди присоединяться. Потому что это целое сообщество, которые собираются по различным кофейням, они играют, у них есть какие-то клубы. И только один день они могут прийти к Глобусу. Да, и могут посоревноваться. На улице, наконец-то, пустили ребят, а то они все по кафешкам, да по кафешкам. Но это, в то же время, это не самая зрелищная площадка из тех, которые у нас будут представлены в этом году. У нас еще будут жонглеры. Так, жонглеры чего? Жонглеры, они жонглируют всем подряд. Это какие-то шары, это какие-то предметы. Это очень интересные... Телефоны, там, не знаю, помады, все что угодно. Все, что можно подросить в воздух и поймать это без вреда для собственного здоровья. Вот, они молодцы, они приходили в прошлом году, но их было совсем немного. А в этом году мы решили их уже пригласить целой большой командой. Основательно. Ярко, интересно, конечно же, основательно. Вот, я думаю, что те, кто придет на пятые знаки, они увидят в полной красе. Еще бы мне хотелось спросить про создание двухметрового граффити. Двухметровое граффити. Это у нас... Двадцатиметрового, простите, я ошиблась. Двадцатиметрового. Да, совершенно верно. То есть получается, что глобус немножко раскрасит. Нет, ну не то, чтобы глобус раскрасит, мы просто ежегодно выстраиваем большой забор, который потом отдаем граффитистам, чтобы они могли отвезти душу и, собственно, изобразить все, что в их фантазии накопилось. Как правило, получается очень интересно, вот, и нам потом очень жалко этот забор разбирать, потому что там практически такие шедевры получаются, ну, просто прекрасно. Остается каждый раз это в памяти, на фотографиях, но тем не менее. Илья, давайте вот в следующей части интервью поговорим уже, почему вы в таком костюме. А пока ненадолго прервемся. Я напомню, что сегодня в гостях у нас организатор фестиваля молодежных субкультур «Знаки» Татьяна Карпухина и Илья Есик, заместитель руководителя клуба исторической реконструкции «Бер». Сегодня в студию «Оранжевого утра» пожаловали организатор фестиваля «Знаки» и его участник, представитель клуба исторической реконструкции. Для фестиваля разработана специальная программа, которая позволит охватить интересы поклонников аниме, готов, исторических реконструкторов, джамперов, рэперов и брэкдансеров. Фестиваль ознаменуется приездом участников из других городов Сибири. Напомним, сегодня у нас в гостях организатор фестиваля молодежных субкультур «Знаки» Татьяна Карпухина и Илья Есик. Это заместитель руководителя клуба исторической реконструкции «Бер». Здравствуйте. Еще раз, Илья, теперь вопрос к вам, потому что на протяжении первой части интервью вы сидели, такой нарядный, и никто не понимает, почему вы такой нарядный. Что за костюм на вас сейчас? Сейчас кто? Я сейчас Илья Есик, как бы на всех фотографиях видны уши фотографа. Мы не как бы играем в историю, мы ее воссоздаем. Костюм, который сейчас на мне, это одеяние либо богатого горожанина, либо дворянина начала 15 века в Польше. Он полностью изготовлен в точности по изобразительному источнику, по Гродненскому триптиху, где изображены страсти Христовы. Там у одного из персонажей вот в точности такое одеяние, оно воссознано до деталей. Вот участники клуба исторической реконструкции уже, получается, пятый год участвуют в фестивале молодежных субкультур «Знаки», верно? Саша, очень хорошо. Там были также со зрителями игры. В этом году, в принципе, будет все тоже, только больше, красивее. Будут, насколько я знаю, гости из других городов. То есть, ожидается и Красноярцы, и Комичи. Тоже из клуба исторической реконструкции? Да, естественно, клубов очень много. Дело в том, что, вот как бы немножко отвлечемся, историческая реконструкция – это, по большому счету, не субкультура, это движение, прежде всего. Это серьезное, это не эмы, не панки, не готы, которые, в основном, возрастной ценз у них очень низкий. И, как бы, это достаточно серьезные люди, чаще всего именно костяк составляют люди взрослые, которые серьезно занимаются воссозданием материальной культуры прошлого. У данного направления достаточно жесткие правила, жесткие требования к, собственно говоря, как рядовым членам, значит, сообщества, так и к мероприятиям, в которых участвуют, которые организуют. Вот, поэтому мы хотим, чтобы в этом году на знаках было, именно погружение в историю было полным. То есть будет богатая экспозиция костюмов, будет богатых артефактов различных, там, прошлого. То есть будут более яркие, более интересные бои, как показательные, так и... Таня, вопрос такой, а вот участники фестиваля между собой как-то общаются, переговариваются, или вот они каждый свою почетку занимают и молчат? То есть вот, если мы эмо, то мы не пойдем вот к этим вот исторической реконструкции, вдруг они с копьем на нас нападут? Есть такое? Конечно же, такого нет. Есть немножко другое. Вообще, изначально фестиваль задумывался как объединяющий. Мы хотели, чтобы показать, что театр, он не просто академический и ведет себя несколько отстраненно от различных субкультур. Мы, наоборот, открыты ко всем зрителям, к разным возрастам. Мы хотим показать, что момент толерантности, который мы провозглашаем на фестивале «Знаки», он действительно работает. И это вы можете посмотреть, когда придете на наш фестиваль. Ну, тогда мы будем уже ждать этого фестиваля, когда нам приходить в глобусы? Приходите 6-го числа, 4 часа у нас начало. Ждать осталось совершенно немного, это уже на следующей неделе будет. Поэтому можно, если вы представитель субкультуры, то уже готовьте какой-то костюм. Если вы еще не представитель субкультуры, тогда просто приходите, вы время зря не потратите, я вам просто гарантирую. Вот на этой ноте я напомню, что сегодня в гостях у нас была организатор фестиваля молодежных субкультур «Знаки» Татьяна Карпухина и Илья Есик. Это заместитель руководителя клуба исторической реконструкции «БЕР». Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.